Сегодня в Камергерском восторжествует справедливость. На МХАТовской сцене состоится первый предпремьерный показ Зойкиной квартиры Михаила Булгакова. Если бы те, кто запретил пьесу о несостоявшихся мигрантах в 29-м увидели версию Кирилла Серебренникова, они бы сами выехали из страны. О гостях-убийцах, красном драконе и продажном кабаре в репортаже Ольги Стрельцовой. В Камергерском сейчас начнут показ квартиры. Желающих посмотреть первыми, пусть на репетиции, сотни. Несмотря на то, что Зойкина квартира очень дорога и для поклонников творчества Булгакова, и для самого театра, чья история неразрывно связана с Михаилом Афанасьевичем. Интерес подогревает режиссер. Это блокбастер. Такие спектакли можно сделать только из драматических МХАТ. В московском художественном цену своему слову знают. Сказано, спектакль музыкальный, значит, будет живой оркестр. Написано трагифарс о новой жизни. Получите действо, сотканное из сарказма драматурга классика, непредсказуемости режиссера-современника и последних достижений науки и техники. Сказать, что ничто не предвещало неприятностей на означенной жилплощади уже не получится. Мир обитателей Зойкиной квартиры рушится, но делает это красиво. В одной сцене и кино, и живопись, и цирк стоит лишь впустить в дом слугу китайца. В роли Зои Пельц на московской драматической сцене дебютирует Лика Рула. Режиссер искал главную герою недолго. Сама же актриса, известная лишь по работе в мюзиклах, не раздумывала над предложением ни секунды. И материал потрясающий, и режиссер, и эти стены, и эти партнеры. То есть в какой-то момент я себя ловила на мысль, что это я сплю? Нет, это правда. В роли Павла Обальянинова на столичной сцене дебютирует актер из Санкт-Петербурга Алексей Девоченко. Что же до звезд московского художественного, то для них сейчас самое главное – рождение спектакля. Вообще он может существовать только в импровизационном самочувствии, поскольку это полукабаре. Тут либо пьян, либо не пьян, что называется. Вот если поймал Кураж, подхватил волну, значит спектакль получился. Если не поймал... На репетиции Кураж поймали. Там где-то ожидаешь реакцию и нет. Там где не ожидаешь, она бурная. Это здорово. В любом случае сейчас составляются шестеренки в спектакле. Мы тоже как-то приходим в понимание всех задач режиссера. Режиссер Серебренников загадками говорить не любит. Если ты не тому человеку откроешь двери, то твое внутреннее пространство окажется вытоптанным или даже уничтоженным. Зойкину квартиру бесчеловечные гости в результате вытоптали. Мечты графов, прелестных дам и обаятельных аферистов уничтожили. Красный дракон обернулся смертельным ударом. Но ведь как мелодично. Чтобы никто не решил все за вас, не слушайте чужих рецензий. Зойкину квартиру в московском художественном смотреть рекомендуется. Лично. Ольга Стрельцова, Владислав Подымский, ТВ-центр Москва.